Омские студенты-заочники медуниверситета могут остаться без дипломов. В этом году по распоряжению Министерства образования на фармацевтических факультетах не должно быть заочного отделения. Теперь студенты, которые совмещают учебу и работу, вынуждены переходить на очное отделение и отказываться от работы или бросать университет. Есть ли другой выход из ситуации, выясняла Мария Черешнева. Екатерина теперь не знает, что делать – бросать учебу или работу. В начале учебного года студентка узнала – заочного обучения на фармацевтическом факультете по решению Министерства образования не будет. Во-первых, семья, дети, работа. У меня полный рабочий день с 9 до 6. Мне придется как-то это совмещать. Это очень неудобно. В планах не было. Если бы я могла учиться очно, я бы, конечно, сразу же поступила на очное отделение. Учеба здесь может подорожать втрое – до 150 тысяч рублей в год. Сумма неподъемная. Руководители медуниверситета решают, как сохранить плату на прежнем уровне и не потерять студентов. Мы, конечно, выполним требования этого приказа. И, значит, к началу октября мы либо переведем студентов бывших заочников на очную, единственно возможную форму обучения, либо вынуждены будем с ними расставаться. Естественно, что если и когда это расставание произойдет, мы, конечно, выберем максимально приемлемую для обеих сторон форму. Юристы с таким взглядом на проблему не согласны. Это противоречит закону. В соответствии с теми государственными стандартами, которые действуют сейчас, предусмотрены все-таки формы две. Как очная, так и очно-заочная. Поэтому полагаю, что действия незаконные. Но омским студентам-заочникам предложили продолжить учебу в другом городе, где есть очно-заочная форма. На нее перевели студентов-фармацевтов в Новосибирском медуниверситете. Постоянно находиться на лекциях не надо, но станет больше онлайн-консультаций и лекций, а также практики. Непосредственно отработку практических навыков, которую в медицине не отменить. Это, естественно, лабораторные экзаменационные сессии, то есть когда студент работает руками. То есть выполняет лабораторные работы, отрабатывает навыки на тренажерах, в модельной аптеке, готовит лекарства. То есть вот такие навыки заочно, конечно, пройти нельзя. Евгения Жеребцова уже 10 лет преподает в медуниверситете химию. Пять лет назад поступила на фармацевтический факультет. Заочница осталась доучиться один год, перевелась на очно-заочную форму. Считает, что консультации и практические занятия пошли на пользу. Я даже когда начала учиться, я по-другому стала преподавать. То я, например, просто им рассказываю химию, а теперь я стала говорить, что это вам пригодится там-то, а это вы знать должны для этого. И сама понимаю, на что обратить внимание больше. В Новосибирске и Кемерово о новых требованиях узнали еще несколько лет назад и успели подготовиться. Кемеровский медуниверситет тех, кто уже совмещает учебу с работой, доучит по старой схеме. А вот новых заочников сюда не набирают уже третий год. Мария Черешнева, Елизавета Василевич, Ирина Глухова, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.